Российские войска ДНР и ЛНР пришли в определенные районы. При этом я убежден и не сомневаюсь в том, что вооруженные силы Донецких республик пойдут дальше. Потому что им очевидно, что если не зачистить все, то это все вернется. Американцы с удовольствием поставят новое оружие. Поэтому должна пройти деноцификация всей Украины. Вот пришли военнослужащие, навели порядок. Мы даже не будем сейчас говорить, что какие-то бандеровцы ушли в лес. Но это так всегда было. Будет и в этот раз. Выловит их там. Дальше что? Уничтожили войнный потенциал, встали и ушли. И там начнется резня русскоязычного населения. Эти бандиты вернутся. Какой-нибудь очередной президент Украины разорвет очередной договор и скажет, что он мне не нравится, как говорил Зеленский. И мне не нравятся эти пункты. Или следующий придет и скажет, что Зеленский подписал. Или там какой-нибудь еще кто-то подписал. Мне не нравится. Я не буду выполнять. Какие гарантии, что это будет выполняться? Никаких. Значит, мы, Россия, должны политически, подчеркиваю, не военно, а политически контролировать территорию Украины. Вот давайте подумаем, как это можно сделать. Первое. ДНР и ЛНР – это отдельные государства с перспективой вхождения в Россию. Тут, я думаю, ну, как бы понятно, да? Они выстрадали это право. И, конечно, отдельными государствами наши донецкие и луганские братья быть долго не собираются. Здесь вопрос просто, когда будет принято решение об объединении. Это первое. Дальше. Территории, населенные, ну, фактически русскоязычным населением и русскими, которые заражены в небольшой степени тем, той бациллой нацизма, которая сегодня есть. Что делать? Я думаю, что в ситуации, когда Запад так реагирует, нужно поставить вопрос о воссоединении народа. Решить вопрос вернуться на сто лет назад. В 1916 году никакой Украины не было. Не было никаких украинцев, как отдельной нации. Были наши братья, малороссы, живущие на территории губернии Российской империи. Большевики, я даже их и обвинять не могу в том, что они сделали, потому что они делали это, исходя из своего понимания блага. Они делали благо. И, ну, слушайте, в Советском Союзе было огромное количество плюсов, которые нам тоже еще необходимо вернуть. Но их территориальное деление, создание Украины как отдельного государства, с точки зрения большевиков, не играло отрицательной роли до 1991 года. Это ведь так. Но сегодня мы живем в той реальности, которая есть. Поэтому я думаю, что можно уже поднимать вопрос о воссоединении русского народа. Следующий вопрос...